Иисус 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 О, как велика Господь, о, как велика Бог твоя слава! О, как велика Господь, о, как велика Бог твоя слава! О, как велика Господь, о, как велика Бог твоя слава! Давайте поднимем руки к нашему Господу! Давайте будем продолжать поклоняться Ему! Иисус, Ты Царь! На этом месте Ты и Царь, Господь Иисус! Перед Тобой мы склоняемся! Наши молитвы для Тебя, наши песнопения для Тебя, Спаситель! Ты достоин! Восяйте правь, Господь, на престоле наших сердец! Восяйте правь, Дух Святой, на этом месте! Тебе хвала! Иисус, Господь правит над всему! Он Царь, Он Царь, склоняться пред Тобой! Иисус живой, правит над всему! Он Царь, Он Царь, склоняться пред Тобой! Иисус живой, правит над всему! Он Царь, Он Царь, творение воспоем! Иисус, Господь, правит над всему! Он Царь, Он Царь, склоняться пред Тобой! Иисус живой, правит над всему! Он Царь! Господь Иисус, Ты Царь! Царь наших жизней, Царь нашей Церкви! И мы просим Тебя, Дух Святой, чтоб Ты сегодня исцелял нас! Чтоб Ты посылал нам Слово с небес! Потому что мы хотим, Господь, получить от Тебя! И мы просим Тебя, Дух Святой, яви силу Свою! Изливай благодать Свою, Господь, на это место! На каждого, кто пришел сегодня сюда, для того, чтобы почтить Тебя, как своего Царя, как своего Господа, как своего Спасителя! И мы провозглашаем Божью благодать на этом месте! Мы провозглашаем силу Духа Святого на этом месте! Исцеляй нас, Господь! Исцеляй, Великий! Исцеляй наш Царь! Исцеляй, Благословенный! Тебе хвала! Тебе хвала, Спаситель наш! Тебе хвала, Иисус! Давайте воздадим славу нашему Господу! Он достоин! Аллилуйя! Иисус Царь на этом месте! Аминь, Церковь! Давайте воздадим Ему славу! Аминь! Пожалуйста, вы можете присаживаться! Сегодня выпала честь преддверия Пасхи, такого великого христианского праздника, поделиться с вами Словом, Словом Божиим! И я верю, что Дух Святой будет открывать сегодня что-то для каждого, чье сердце будет открыто! И давайте перед тем, как перейдем к Слову, поприветствуем наших зрителей, зрителей канала Вера24! Давайте подарим им аплодисменты! Мы благословляем вас! И мы верим, что Дух Святой будет также говорить сегодня Слово и для вас! Аминь! Аминь! И прежде, чем мы перейдем к Слову, хочу сказать, что Слово сегодня я назвал так, слово «Змей в пустыне». «Змей в пустыне». Давайте откроем с вами Священное Писание, но прежде, чем будем читать, можете сказать кому-то рядом, будь осторожен, брат, сестра, змей в пустыне! Будь осторожен, брат, сестра, змей в пустыне! Драгоценная Церковь! Хочу сказать вам, что я сегодня не пришел сюда для того, чтобы вас чему-то поучить, для того чтобы поумничать, может быть! Я пришел сюда сегодня для того, чтобы послужить каждому из вас Словом Божиим! И я молюсь сегодня о том, чтобы каждое сердце на этом месте, оно было открыто для Духа Святого! Я верю, что Бог будет сегодня говорить Слово в вашу жизнь! Сердце каждое, чье будет сердце открыто! Поэтому будьте благословенны, и пусть Господь говорит сегодня в вашей жизни и исцеляет! Мы будем читать книгу чисел с двадцать первой главы! С четвертого стиха! От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал малодушевствовать народ на пути, И говорил народ против Бога и против Моисея, Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые сжалили народ. И умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Вот такая вот история из Ветхого Завета. И прежде чем мы перейдем к этому слову, я вначале хочу поделиться своим личным откровением. Знаете, перед тем, как я прочитал это слово, когда я стал размышлять над этим словом, я задумался, почему Господь повелел своему народу сделать именно медного змея. Например, не медного орла, не медного быка, а вот именно медного змея. Это первое, над чем я стал размышлять. Немного позже я поделюсь с вами своим откровением личным. А пока вы можете поразмышлять над этим словом. Итак, факты истории. Немного об этом. Кто не знает эту историю, это история исхода народа израильского, народа Божьего из Египта. Когда евреи находились 400 лет в порабощению египтян, когда они строили эти египетские пирамиды, когда они были изнуряемы от жары, когда они были побиваемы, когда они находились в рабстве, Господь избрал Моисея, и через него Господь явил спасение своему народу. Он вывел свой народ из Египта, перед тем послал 10 казней. Немного историй, потому что знаю, что не все знают об этом. Послал несколько казней. Кто подскажет, сколько? 10, Александр, так уверенно. Аминь. 10 казней послал на Египет. И сегодня некоторые ученые говорят, да, были такие казни. Кто-то говорит, да нет. Пытаются как-то объяснить исторически, там, научными способами, что это все, в общем, воды Нила, это какая-то там красная почва, это глина, хотя на самом деле Слово Божие говорит, что воду Нила превратились в кровь, черным по белому. Говорят, что когда раступилось Черное море, то есть Красное, мы сейчас не говорим о Черном море, и в Библии, когда говорится, что раступилось Черное море, это не то море, которое разделяют Турцию и Сочи. Это море в Египте, кто был, тот знает, Красное море. Оно раступилось. Ученые также пытаются опровергнуть этот факт, говоря, что ураган был там очень сильный, подул так сильный, что вода в море раступилась. Но сегодня мы понимаем, что это немного нелогично, насколько сильным должен быть ураган, что вот так вот раздвинуть воды моря на какое-то мгновение. Там они пришли к такому заключению, что около нескольких часов было раздвинуто море, потом оно опять сошлось. И вот за это время, 4-5 часов, все евреи должны были перейти. Их перешло около нескольких миллионов. Кто-то утверждает 1 миллион, кто-то утверждает 2 миллиона. Это такой вот полемический вопрос. Но в Писании сказано 600 тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Простите, женщины и дети, но так говорит Слово Божье. И вот такая вот орда Божья проходит через Черное море. Кстати, вот тоже такой факт, что если ученые пришли к такому заключению, если действительно подул такой сильный ураган, им нужно было двигаться со скоростью примерно 100 км в час, чтобы пройти вот за это время, чтобы успеть перейти через это Черное море. Поэтому это естественно, это все неправильно. Кто знает, что человек ходит со скоростью 7-11, кто-то 4 км в час, кто-то может быть 1 км в час, и то, слава Богу. У всех скорости разные. Но на самом деле все это научные факты, и все это доказано. И вот эти вот вещи, которые пытаются опровергнуть Слово Божьему, но атеистические ученые, на самом деле, они не несут никакой подоплеки такой. Это все атеистические взгляды. И мы, как народ Божий, мы верим, что это было. Мы верим, что... Аминь церковь? Мы верим, что народ Божий вышел, что были Богом посланы 10 казней на египетский народ. Мы верим, что Бог чудодейственным образом сделал так, что воды Красного моря расступились только на то время, когда они переходили. Мы верим, что... Мы верим, что... Вот такой вот еще вот момент, знаете... Некоторые говорят, что расстояние... Расстояние от Египта до Израиля можно было преодолеть, ну, если идти средним шагом, за 40 дней. Представьте, за 40 дней можно преодолеть было то расстояние, которое евреи продавливали в течение 40 лет. Евреи, написано, ходили по пустыне 40 лет. 40 лет они блуждали, и написано, что Бог являлся им в столпе днем облачном, ночью в столпе огненном. Тут тоже ученые делают ставочки. Это, говорят, были... Это были вулканы Синайских гор, якобы, которые вот там извергались, и, в общем, пытаются... Хотя на самом деле вулканической основы Синайские горы не несут. Ну, ладно, не будем уже говорить вот такое, да, об опровержении научным каким-то там атеистическим взглядом. Все это не несет подоплеки. И мы верим, что Бог являлся днем своему народу в столпе облачном, а ночью являлся в столпе огненном. Он вел свой народ. И 40 лет они блуждали по пустыне благодаря своему непослушанию. Они шли в землю ханаанскую, в землю, которую пообещал привезти Бога, где течет молоко и мед. И такая история, которую мы сейчас прочитали. В очередной раз, когда они возроптали и сказали, что «Зачем ты вывел нас, Моисей, из той земли, где течет, где было мясо, где были дыни, где был лук? Зачем ты вывел, чтобы мы здесь погибли?» И мы видим, что тут народ Божий проявляет непослушание к своему Господу, к своему лидеру. И Бог послал ядовитых змей. И первое, над чем я хотел с вами поразмыслить и обратить внимание, это то, что народ стал молодушествовать. Написано, когда они вышли, когда они шли за Моисеем, написано, что народ стал молодушествовать. И я задумался, как человек русский, знаете, порой нужно задуматься. Вот мне, например, изначально было непонятно, что означает слово «молодушествовать». Мне нужен был перевод с русского на русский. И я искал ответы на свой вопрос, и в некоторых переводах я нашел этот ответ. «Молодушествовать» означает терпение. Первое, люди стали терять терпение. Можно по-другому эту фразу сказать. Люди стали терять терпение. И кто читает Новый Завет, а я верю, что среди вас таких людей много, мы знаем, что в Новом Завете о терпении говорится, ну, несколько сотен раз это как минимум. Говорится о терпении. Мы знаем, что сам Иисус Христос говорил такие слова «терпением вашим, спасайте души ваши». Мы видим и читаем, что апостол Павел, он пошел вообще дальше, перечисляя плоды Духа Святого, послание Галатам, он, помните, говорит такую вещь, что плод же Духа должен быть долго терпение. Не просто терпение, а долго терпение. Апостол Петр пишет такие, апостол Алаков пишет, что когда вы впадаете в искушение какое-либо, приходите их с терпением, зная, что терпение ваше должно иметь совершенное действие. Это то, что говорится о терпении. Можете сказать кому-нибудь рядом продолжай терпеть, чтобы не происходило. продолжай терпеть. Скажите кому-нибудь рядом, что бы ни происходило в твоей жизни, брат, сестра, продолжай терпеть. Мы знаете, мы видим, что когда люди стали терять терпение, они стали роптать на Божьего человека, на Моисея и на самого Господа. К сожалению, мы видим сегодня то же самое и в церквях. Мы видим сегодня то же самое среди людей Божьих. Тут говорится о Божьем народе, что люди теряют терпение. Мы видим сегодня, что такое наблюдается. Люди теряют терпение. Сколько можно ходить в эту церковь? Я уже десять лет хожу, не могу себе мужа найти. Пойду в мир или в какой-нибудь соцсети зарегистрируюсь, чтобы найти себе мужа. Кто-то говорит, да надоело мне ходить в эту церковь. Вы обещаете благословение. То Максим, то еще кто-то. Выходит постоянно, говорит о пожертвованиях, о финансах. Говорят, может быть, что Бог вас даст и так далее. И люди теряют терпение. Нету благословения. Пойду в другую церковь или устроюсь на вторую работу. Займусь бизнесом. И люди теряют терпение. Знаете, я наблюдаю такую вещь сегодня в христианском мире. Люди хотят все и сразу. Вот так вот устроен русский человек, который вырос на руссконародных сказках про Емелю, про Иванушка, который там, например, пожелал что-то или у щуки, или по мгновению волшебной палочки. И все упало. Все и сразу. Люди хотят получить в этой жизни все и сразу. Люди не хотят проявлять терпение. Знаете, я недавно размышлял и анализировал свою христианскую жизнь. 11 лет я на сегодняшний день в Господе. Из них я понял, что 7 лет я находился в таком активном служении при церкви Господу, прежде чем Бог мне дал жену красивую молодую, здорового ребенка, прежде чем мне Бог дал машину, квартиру. Не буду продолжать, чтобы никто не позавидовал, хотя уже вроде бы поздно. Но я служил 7 лет верою и правдою Господу. Знаете, аналогия, да, Иаков вроде бы тоже 7 лет служил за Рахиль. Хотя нет, чуть больше 14. Тут, я знаю, есть такие богословы. Нет, он служил в начале 7 лет за Лию, да, и еще 7 лет за Рахиль. Но, тем не менее, я прослужил 7 лет, верую и правдую. И порой терпение, оно, знаете, оно уходит. Не бывает все такого сегодня в жизни, что Бог дает все и сразу. Нужно проявлять терпение в своем следовании за Христом. Повторяю про себя эту фразу. Что бы ни происходило в моей жизни, я буду продолжать терпеть. Мы ожидаем финансы от Бога, хотя мы видим, что у всех 12 апостолов, у всех 12 апостолов, тех людей, которые находились на протяжении всей жизни Иисуса Христа рядом с Ним, большей частью своего времени, у них не было там богатств, излишеств. Мы видим, что они положили себя на алтарь служения. Мы видим, что они не требовали ничего от Господа. Господь, дай мне здесь и сейчас. Ты обязан нам. Мы видим, что они шли и служили. Мы видим, что Бог ничего им не давал такого материального, благополучного. Все они умерли в мученических смертях. Один Иоанн, как утверждают историки, умер своей смертью на острове Патмос. Бог ничем не обязан нам, друзья. Мы сегодня говорим в преддверии Пасхи. Христос ничем не обязан тебе. Ты обязан Ему за то, что Он принес себя в жертву за тебя и меня. Пастор мне ничем не обязан. Многие сегодня начинают роптать, начинают терять терпение. Говорят, что пастор должен, пастор обязан. Вот такие слова не совсем корректные. Хотя мы читаем в Слове Божьем, что апостол Павел и многие апостолы говорят, молитесь за нас. Молитесь за нас. Молитесь за пастырей. Они неустанно пекутся о душах ваших. Молитесь за них. Несите их бремена. Помогайте им. Так говорит Слово Божие. Они дают отчет за каждого. Пастор – глава каждой церкви. Он дает отчет перед Богом за каждого, кто находится в его пастве. И пастор ничем не обязан тебе. Ты обязан больше Ему. Молиться, помогать, нести его бремена. Мой начальник мне ничем не обязан. Некоторые люди ходят на работу и говорят, да ты, начальник, ты уже должен нам выписывать какие-то там льготы, премии, тринадцатую зарплату в конце концов. Ну худой конец. Дайте нам хоть тринадцатую зарплату. Я знаю, о чем я говорю. Я два года проработал в клубном штате. И я ожидал, когда вот мы даже помним, там собирались кучками, говорили, да вот это начальство, уже когда нам дадут тринадцатую зарплату, Олимпиаду привели, ни одной премии не было. Хотя бы тысяч двадцать, тридцать, ну хоть какую-то премию бы дали. И мы начинали вот роптать. Хотя Слово Божие говорит нам совсем другое. Со всяким страхом повинуйтесь, говорят, начальству и власти. Слово Божие говорит все, что не делайте, делайте как для Господа. Любую работу. Слово Божие говорит совсем обратные вещи. Я не могу терпеть этого брата. Я не могу терпеть эту сестру. Они у меня уже вот здесь сидят. Я, к сожалению, знаете, был свидетелем таких вещей, что люди теряли терпение. Просто вот не могли перенести какого-то брата. или сестру. И уходили из церкви. Уходили вначале из церкви, потом уходили от Господа. Я наблюдал такие вещи. Люди, к сожалению, вот две таких закономерности, что люди уходят из церкви или по причине обиды, или по причине греха. Ну вот так вот, вот закономерность такая. 99 процентов. Или обида, или грех. Люди обижаются, люди теряют терпение. Обида то, из-за чего многие уходят из церкви. Причина того, что нам обидно, заключается в том, что мы слишком много надежды вкладываем в людей, когда изначально мы должны были делать это не ради них. Не буду говорить больше об обиде, о грехе, а то мы уйдем от нашей основной темы. Знаете, некоторые проповедники так проповедуют. Говорят одну тему, потом уходят в другую, потом в третью. Как аллегорию привести, например, как вот с женщиной идешь с любимой в магазин. Ты знаешь, что тебе нужно купить ботинки. Она говорит, давай зайдем еще в этот магазин, в тот, в третий. Ну, может быть ваши жены не такие, но по крайней мере, когда я хожу за своей женой, я стараюсь сделать все, чтобы не идти с ней в магазин. Придется обойти все магазины, чтобы мне не надо ни то, ни то, мне нужны ботинки, зачем мне эти майки, зачем мне твои платья и так далее. Я хочу купить ботинки. Вот многие проповедники так проповедуют. Все обо всем. Все священное писание. Надо успеть сказать за 30 минут, потому что все же писание Бога духовновенно. Да не будет у нас такого. Итак, вернемся к нашему слову. Писание говорит нам следующее. «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей опротивила эта негодная пища». История из этого Ветхого Завета касается сегодня непосредственно каждого из вас. Всех христиан 21 века. Я чуть позже докажу вам об этом. Может быть, просто вы думаете, что это Ветхий Завет, нас не касается. Это относилось вот именно к этим халдеям, к этим евреям. Я человек русский, и при чем здесь я? Я позже вам объясню, но прежде чем перейдем к Новому Завету, то, на что сегодня христиане любят опираться в жизни, я хочу обратить с вами внимание на несколько вещей. Первое. Народ находился на пути. Народ находился на пути. Куда шли евреи? Кто знает эту историю? Куда шли евреи? Евреи шли в землю обетованную, в землю ханаанскую, куда пообещал их привезти Господь, где течет молоко и мед. Аминь. Сегодня каждый, каждый верующий человек идет куда в этой жизни? В землю обетованную, как поет Валерий Меладзе. Небеса, земля обетованная. Сегодня каждый христианин идет на небо. Сегодня для каждого христианина мы должны сохранить свою веру, как говорил когда-то апостол Павел, и дойти до небес. Сегодня каждый из вас, и в том числе и я, мы находимся на пути в землю обетованную, на пути в небеса. Второе. Откуда вышли они? Написано, они вышли, они пошли, находились на пути. Я говорил об этом чуть ниже. Они вышли из Египта. Сегодня каждый христианин. Египет, знаете, они находились 400 лет. 400 лет в рабстве у египетского народа. Археологи это доказали. Это непоколебимый факт. Уже не оспаривает никто, никакой атеист. Все утверждают единогласно, что евреи находились 400, кто-то говорит 430. Не будем сейчас, да, нюансы какие-то. Но около 400 лет они находились в рабстве у египтян. Каждый христианин, когда приходит к Богу, он освобождается от рабства. Мы называем это рабство греха сегодня. Кто-то может быть от обиды, кто-то может быть от каких-то болезней, кто-то может быть от блуда, от наркомании, от алкоголизма. Но каждый человек, когда получает, прежде чем прийти к Господу, он приходит вот в этом рабстве. Я знаю, о чем я говорю. Я на протяжении всей своей жизни до последних 11 лет находился в рабстве. В рабстве греха. Это вот прям можно сказать. Я был рабом греха, как мы пели сегодня, да. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Мы поем эти песни. Порой многие даже не вкладывают смысл в эти слова. Рабом греха находился каждый человек, который приходит до Христа. Мне Христос когда-то дал также освобождение от всяких зависимостей, от всяких пороков, от сквернословия. Матерился как сапожник, извините меня. Но было такое. И Бог дал мне свободу. И сегодня многие люди получают свободу, как и те евреи в пустыне. И третье. Здесь нет ни хлеба, ни воды. Люди стали говорить. Они вышли из Египта, они шли на пути, мы выяснили. И они стали говорить. Здесь нет ни хлеба, ни воды. Нет нам, что покушать, нет нам, что попить. То, что нужно нашей плотинушке. Вот люди хотят удовлетворять свою плоть во Христе. Чтобы все было излишество. Чтобы было всегда на столе вкусно. В общем, люди идут на поводу у своей плоти. И порой теряют терпение, когда не получают эти вещи. И начинают роптать на Бога. Четвертое. И душе нашей опротивила эта негодная пища, они говорят. О какой пище они говорят? И душе нашей опротивила эта негодная пища. Они говорят о манной небесной. Кто знает эту историю, понимает. Кто не знает, у вас есть повод прочитать еще раз книгу Исход. Они говорят о манной. О манной небесной. Которую послал Бог своему народу чудным образом через естественные обстоятельства. Хотя и тут ученые подставятся что-то вставить. Говорят, что это вот на кустиках там какая-то сладкая роса. Некоторые растения это выделяют. Это они собирали, это кушали. Но на самом деле это все не так. Они чудным образом получали благословение от своего Господа и Спасителя в виде небесной манны. Это такой сладкий медовый хлеб. Они кушали. Они радовались. Если вы будете читать ветхий завет, вы увидите, как они радовались, когда первый раз пошла манна с неба. Манна с небес – это на сегодняшний день прообраз каких-то благословений в твою жизнь от Господа. И порой мы получаем благословение от Всевышнего Бога. Мы радуемся этому благословению. Спасибо, Господь, тебе за эту церковь, за эту сестру, за эту группу прославления. Спасибо тебе, Господь. Но проходит какое-то время, и люди уже по-другому начинают смотреть на то, что его благословляло и радовало раньше. Может быть, та жена, которой ты восхищался. Слава Богу, моей нету сегодня здесь, да, я могу сказать. И та жена, которую тебе послал Бог, которая тебя так радовала, восхищала, уже ты смотришь по-другому на нее. Уже не так выглядит. Уже не те какие-то благословения от нее, Господь. Уже не вижу я благословения от своей супруги. Может быть, мне с ней развестись? Уже не так поют, как раньше. Тут допустили ошибку вокальную. Там не в ноту попал. И то, что благословляло его раньше, когда он пришел первый раз, когда он слышал, когда он стоял, сокрушался на коленях. Сегодня многие люди теряют это, забывают это. То благословение начинает смотреть по-другому. И душе нашей опротивило это негодная пища, опротивило это благословение. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисея народе и сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисея медного змея и выставил его на знамя. И когда змея ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Я как-то посмотрел художественный фильм «Патриот». Немного о сюжете этого фильма. Я люблю смотреть фильмы, приводить их в пример. И там такой сюжет о Соединенных Штатах Америки, о народе этой страны, когда они боролись за независимость, против тирании британцев. Эта война шла около 8 лет, унесла много жизней. И очень хороший фильм, там снимается в главной роли Мел Гибсон. И три премии Оскара собрал этот фильм. 215 миллионов долларов, общий бюджет этого фильма. Там есть такой сюжет. К чему я это? Я помню, главное, чтобы вы не забыли. Я говорил сейчас о знаме. И знаете, вот там был такой сюжет, когда главный герой этого фильма, отец семерых детей, он был патриотом своей страны, он любил свою страну, он был ветераном, но он не хотел выневать. Но так случилось, что британцы хладнокровно убивают одного из его семи сыновей. И он пошел, возглавил отряд ополченцев. И получилось так, что он, в общем, можно сказать, принес свободу своему народу. И там была такая финальная битва, знаете, когда англичане атаковали большим войском, когда они почти в пух и прах разгромили народ Северной Америки. И там вот такой сюжет, он встает на колени, смотрят, американцы бегут. И он хватает вот это знамя, все в дырках, все грязное, садится на лошадь и без оружия начинает скакать на англичан. А люди, которые отступали, его ополченцы, они оборачиваются. И, в общем, за этим знаменем они пошли, за ним они пошли вперед и выиграли в этой битве. И победили. И победили. И были спасены от тирании британского народа. И знаете, знамя, оно отождествляет всегда эмблему государства или организации. Знамя отождествляет руководящую идею людей. Знамя воплощения единства отождествляет воплощение единства. Кстати, о русском народе. В конце 14 века, кто знает историю, на знаменах Руси был ли Христа Спасителя? Представьте. Был ли Христа Спасителя на знаменах русского народа? И прежде чем мы перейдем к Новому Завету, скажи кому-то, Господь, знамя мое! Можно громко воскликнуть, Господь, знамя мое! Аллилуйя! Давайте воздадим славу нашему Господу! Новый Завет. Я обещал вам, что приведу параллель в Новый Завет и докажу вам, что эта история, исторический момент касается каждого из нас. Первое послание Коринфянам, 10 глава. Я буду читать с первого стиха. Послание апостола Павла. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея и в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас. Чтобы мы не были похотливы и назло, и как они были похотливы, не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть, пить и веселиться, и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали и в один день погибло 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Конкретно эту ситуацию приводит апостол Павел. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы. А в описании, в наставлении нам, христианам 21 века, города Сочи, церкви Ковчег, достигшим последних веков. Сегодня 21 век на дворе. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужением. Убегайте идолослужения. Один еще такой интересный исторический факт. Был такой израильский царь Иезекия. Написано, он был сыном Давида. И делал царь Иезекия угодное в очах Господень во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разрубил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кодили ему и называли его Нехуштан. Спустя какое-то время тот медный змей, на которого смотрели евреи и получали исцеление от этого укуса, ядовитой змеи. Люди сделали из него идола. Представьте. Люди стали ему кодить, написано, Иезекия, царь праведный, разбил этого идола. Первое, о чем мы говорили, люди теряли терпение. Второе, люди впали, выдало поклонство. Спустя какое-то время люди впали, выдало поклонство. Христианский мир, сегодня 21 век, как я уже говорил. Многие люди делают из Христа, из Бога, который дает спасение. Люди впадают, выдало поклонство, называя себя христианами, верующими людьми. И может быть для кого-то Нехуштан это тыдол, это икона, которая принесла тебе исцеление, на которую ты помолился. Может быть это мощи святых. Может быть это даже пастор. Он же помолился за меня и дал мне исцеление. Люди порой возводят, выдало простых людей, которые просто помолились Богу и Бог дал освобождение. У меня была такая история в жизни. Прежде чем рассказать о ней, давайте аплодисментами попрощаемся с нашими зрителями. Мы благословляем вас. Смотрите нас на телеканалах, в соцсетях. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.